То холокост бабних яров и змеевских балок дана память о нем на нашей с вами ответственности. Ну память не только в голове, а память материальная. Вот ту задачу, которую стоит перед нами, привести в порядок вот те места, где лежат кости расстрелянных евреев, а они, как правило, не оставили детей и внуков. Это на нашей с вами ответственности всех. Вот это важнейшая работа, которую мы с вами должны сделать. Это первое. И второе, вот те особенности, с которыми мы сталкиваемся, сталкиваемся и в России тоже, с, знаете, с таким несколько воинственным отрицанием холокоста. Почему-то очень часто отрицание холокоста идет рядом с деликатизацией Израиля, с тем, что Израиль, отрицатели холокоста обычно одни и те же люди, и с теми, кто отказывает государству Израиль праве на существование, праве на существование. И на нас, и мы с этим столкнулись в России вот в этом году вполне материально уже, а виртуально вот во всяких обсуждениях и в интернете, и везде мы с этим столкнулись и часто. Я сегодня получил небольшую такую смс-ку от своего товарища, русского человека, генерала русского. Он мне говорит, написал, слушай, выразил то, что сегодня 27 января, в реме памяти холокоста, а говорит, обрати-ка внимание, что прямо перед вот этим днем Государственная Дума принимает антигейский закон в России. А тебе не кажется, что вот в Германии нацистской, как-то это тоже было очень тесно связано, законы против неполноценных детей и инвалидов, законы против сексуальных решенств, законы против тех решений права, тех, кто не так верит, не так молится. Ну и наша с вами судьба еврейская тоже очень рада. Это он обратил мое внимание, как-то у меня это в голове не связывалось. И вот это вторая такая, то, о чем говорил Евгений Григорьевич, и я вам хочу сказать, что вот это огромная работа, которую ведет и Центр Фрэлл Кост, мы пытаемся помогать, издавать литературу, но вот эта образовательная деятельность, огромная, широкая, которая проходит между 27 января 1 года и 27 января 2 года, так как мы, евреи, читаем Тору, Синогой, каждый день другую главу, так примерно Центр Холокост, каждую неделю, каждый месяц, по графику образовательные семинары в разных местах, и другие издания литературы, и другие очень важные вещи. Но, но, вот это поклонение, которое существует, я хочу сказать, не лишает нас с вами обязанностей делать то же самое, что делают люди, работающие в Центре Холокост. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ